здравствуйте приветствуем вас снова на очередном выпуске наших передач посвящен ответом на вопросы которые получала руководство юницкий string technologies на протяжении года от тех людей которые следят за нашими проектами меня зовут евгений петров я заместитель генерального директора юницкий string technologies по маркетингу со мной сегодня в эфире представители московского офиса о струнной технологии юницкого арсений юлинч бабаян представитель дубайского офиса директор дубайского офиса олег маркович зарецкий офиса юс кавери а также сотрудники юницкий string technologies руководитель отдела управления проектами максим николаевич гусев и руководитель управления проектных работ максим викторич кубышкин я напоминаю что после цикла наших вот таких выпусков в которых мы общаемся в узком довольно кругу мы планируем выпустить итоговое годовое обращение генерального конструктора и генерального директора юницкий string technologies в котором будут резюме представлено будет по тем работам тем процессом для длившимся на протяжении 2023 года сегодня мы поговорим на тему которая также интересует всех следящих за развитием проекта это тема того почему не вся информация дается в эфир почему не обо всех шагах обо всех контрактах которые мы подписываем мы сообщаем широкой публике а говорим лишь очень избирательно о чем-то доносим информацию о чем-то предпочитаем молчать я предлагаю и сегодня также начать с вас ну во первых есть вопросы правового характера то есть конечно же мы подписываем соглашение а не разглашение с нашими потенциальными клиентами подписываем их на разных стадиях вот техника экономического сами почему допустим потенциальный покупатель просит нас не разглашать это уже много может быть много причин то есть первая причина это когда просто клиент не хочет раньше времени разглашать потенциальный проект потому что зачастую это связано с финансовыми вопросами с разделением потока денежных средств и прочее борьбу за бюджет за расходование бюджета то есть как бы все понимают что преждевременная информация проекте она приведет к тому что подключиться различные силы и зачастую враждебные силы зачастую конкуренты которые начнут борьбу за средства за бюджет за средства за землю за все за все и мы должны это прекрасно понимать второй вопрос это почему мы сможем скрывать и если соответственно клиент нас просит мне рассказывать мы не имеем права разглашать эту информацию она конфиденциально то это первый вопрос второй вопрос зачастую мы просим не разглашать эту информацию и мы не считаем нужным что надо можно преждевременно эту информацию разглашать тоже не могут быть различные причины ну во первых есть определенного рода недоброжелатели во вторых есть определенного рода конкуренты мы прекрасно понимаем что струй технология струнного транспорта она имеет столько преимуществ что как я уже сказал конкуренты они могут просто начать вставлять паль по палке в колеса и как говорил один мой знакомый я не знаю чем вам могу помочь но навредить я вам могу очень сильно соответственно вот эти вот это очень много информации которая может забыть заброшена через средства масса информации через каких-то там недобросовестных журналистов она конечно может навредить проект поэтому я очень сильно рекомендую держать как можно дольше секрете чтобы не дать возможность нашим соперникам противникам конкурентом недоброжелательным атаковать этот проект в информационном финансом или любом другом плане на самом деле потому что понятно что технология струнного транспорта она конечно же имеет столько преимуществ что невозможно не нельзя не предположить что у нас очень много недоброжелателей ну вот это я думаю два две основных причины и кстати есть много при есть много примеров когда вот преждевременные информация проекте который распространяется но зачастую может быть от небольшого ума какими-то людьми зачастую может быть нашими противниками и начинается все это она приводила к ну к серьезным очень проблемам она приводила к тому что ну а что далеко ходить буквально вот но опять я не хочу называть страну или где-то еще когда просто были очень люди серьезно настроены а потом они получили какую-то кляузу на нас и просто прекратили с нами разговаривать что это их выбор тем не менее я считаю что одной из причиной было вот то что мы конечно просочилась информация ну вот такие мои соображения а можно пример в одном из в одном из прошлых выпусков да мы говорили помните что количество заявок возросло после того как господин гадкари приехала к нам да то есть я публиковал новости там в своих каналах там телеграме в инстаграме и так далее и так далее и смотрите люди отрагировали да на какую-то новость если новости мы будем публиковать наши новости же смотрим не только наши сторонники да как думаете смотрит ли наши каналы да наши же конкуренты компании там из канатных дорог да какие-либо да то есть там монорельс любые другие там технологии которые вы возьмете естественно да то есть если мы публикуем проект если он хоть где-то публикуется да тут же количество конкурентов и количество коммерческих приложений которые получит этот эта компания да которая проводит там tender либо что-либо еще оно возрастет а нужно ли нам да для того чтобы вот просто повысить прозрачность участвовать в газ в гораздо более тяжелым для нас там тендере или или сделки или еще что-то поэтому вот как раз мы и держим но спойтер мягко говоря спасибо очень никого еще вот важная тема затронута была вами олег маркович в части того что конкуренция идет вы сказали за бюджет за землю и так далее то есть напрашивается вывод точнее даже констатация такая что в ряде случаев и очень часто почти всегда нашими конкурентами выступают не только транспортные компании не только компании предлагающие транспортные решения но и например девелоперы или там компании которые занимаются благоустройством территории то есть все те которые так или иначе претендуют на проект на инфраструктурный проект и он не обязательно может быть транспортным эти же деньги могут пойти на другой инфраструктурный проект вот арсенович я знаю что вы в своей работе уже неоднократно сталкивались такой ситуации могли бы вы здесь вот как человек имеющий опыт прокомментировать на мой взгляд безусловно нужно открытость проектов и с одной стороны другой стороны трудно не согласиться с коллегами которые говорят что безусловно есть риски того что конкуренты собственно говоря отреагирует на то что где-то зреет проект и соответственно усложняет нам задачу также наверняка есть и недоброжелатели которые могут попытаться как-то это испортить вот честно говоря я думаю что правильного ответа на этот вопрос не существует есть какой-то момент времени с которого нужно обязательно собственно проект подсвечивать освещать есть момент до которого собственно говоря делать это не стоит по многим причинам в том числе чтобы не расплескать энергию участников проекта на отвлечение на какие-то там реакции ответы вопросы вот для того чтобы проект зрел вот и бывает что знаете о хорошем не надо рассказывать чтобы не ушла энергия тут я может быть даже говорю я еще только добавлю что появилась новая новый тренд новая тенденция появились просто мошенники которые пытаются использовать вот эту идею новой технологии ну вот допустим там есть рейлбас там какой-то вот это просто идет там ну какие-то бредовые идеи но которые тоже рекламируются которые тоже они 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 постятся они везде лезут и как бы давать им пищу вот для того что есть проектом есть проектом я считаю что это не совсем правильно потому что они как подальщики они туда пойдут и они будут рисовать какие-то картинки они будут делать какие-то в старик марган на да олег вот представьте что вы продаете не струнной технологии а сименс да вот на вопрос освещать или не освещать как бы вы ответили на этот вопрос а я не думаю что сименс очень сильно освещает кстати я думаю что это хороший вопрос да это это очень просто не задумывается освещая журналисты я думаю смотрит и я хочу сказать что они тоже они борются они на рынке у них конкуренция есть сименс есть альстон есть там хитачи есть есть много компаний хундай которые занимаются метро занимаются серьезным транспортными вопросами и конкуренция очень жесткая и я не думаю что сименс на всех углах трубит о потенциальных проектах я думаю что сименс занимает как раз таки позицию когда они в пиар уходят когда уже что то есть оплата или начала стройки нет 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 но это мучает отражение в странным технологиям или нет это имеет отношение исключительно коммерческой тайне вот после того как вы прошли точку невозврата и проект скажем так состоялся и он будет двигаться вперед вот тогда я считаю что мы должны приветствовать всякого рода публикации на эту тему коллеги я вот хочу поддержать мне понравилась аналогия арсена вот как экономия энергии до команды которая работает над проектом из точки зрения инженера и были такие у нас случае но сам таки излишнее освещение это на самом деле приносит вред именно команде которая работает над проектом потому что были уже случаи когда проект потенциальный излишне освещался в прессе какой-то медиа среде сейчас же мир открытый у каждого соцсети да и выходят на инженеров выходят на конструкторов которые работают над проектом какие-то незнакомые люди начинают задавать вопросы а вот вы мы знаем что ведется работа над таким проектом то есть люди отвлекаются люди излишне эмоционируют вот поэтому до поры до времени я считаю что вот скажем такое умышленное недостаточное освещение проект это благо вот когда мы выходим уже условно говоря на строительство на этап реализации проекта вот тогда уже я думаю что это уже оправданно вот освещение в прессе и так далее пока это все еще не вышло на этап реализации конкретной но ничего дополнительно дополнительных бонусов каких-то с точки зрения вот слаженные работы команды не мне кажется не приносит да спасибо коллеги хотел здесь вот мы упоминали сименс ну неважно это ведь условный сименс мы говорим о том что есть много других компаний которые занимаются инфраструктурными проектами большими и действительно на определенном этапе такие проекты не могут обойтись без огласки без общественного обсуждения хотя потому что это затрагивает интересы общества то есть если транспортная линия должна пройти мимо дома где ты живешь то это выносится на обсуждение там в городских советах в региональных советах и так далее но я хотел обратить внимание что вот у нас спрашивают почему вы не показываете контракты которые вы подписываете ну я могу сказать что мы к примеру пытались искать целенаправленно контракты наших конкурентов но игроков на рынке таких как не те же сименс те же допельмайер но мы нашли парочку каких-то там десятилетней давности случайно каким-то образом утекших в интернет но не более того нет контракта это является частью интеллектуальной собственности извините это кто-то составлял у нас кстати готовы у нас есть пакеты контрактов и меньше всего я хочу чтобы мы столько сил приложили к их разработки и к их выверки как же меньше всего я хочу чтобы кто-то потом просто взял и скопировал наши контракты и начал работать по ним ну конечно я собственно о том же о том что даже если проект придется огласки все равно детали его технологии да а ведь маркетинг продажа такого сложного инфраструктурного проекта тоже технология так вот технологии сами остаются все равно коммерческой тайной и не выходят за пределы договоров о неразглашении ну и может быть мы должны здесь также иметь в виду и какие-то внешние факторы которые тем больше могут оказать влияние негативное на проект чем больше мы о нем говорим и тем не менее о некоторых проектах мы говорим давайте поговорим об этих проектах и расскажем нашим зрителям о том почему о некоторых проектах о некоторых своих шагах мы рассказываем олег маркович может быть опять в бой начнете мы подписывали в индонезии меморандум с управляя с инновационными транспортными системами о том что они являются нашими партнерами в индонезии то есть это был не договор не контракт о каком-то конкретном проекте это был вот меморандум о том что там есть правительственная организация которая была организована при министерстве транспорта с тем чтобы она определяла потенциальные инновационные транспортные системы для их имплементации в индонезии соответственно простите олег правильно я понимаю что в этом случае как и в других случаях когда мы все-таки огласку какую-то даем нашим проектам речь идет о том что нашим партнерам здесь это огласка нужно было для получения конечно конечно кстати кстати да и кстати именно что пиар и экспортер да то есть представление прессе и медиа это было как раз таки инициатива ай т.с. это было вот такое же мероприятие как подписывала допустим министерство транспорта дубая меморандум и вот это вот ай т.с. и на выйти в транспорт систем индонезия она конечно я была заинтересована в том чтобы выстроить отношения с нами и на этом основании мы от ай т.с. получаем какие-то лиды на именно на проекты и мы с ними работаем кстати очень плотно и с помощью ай т.с. допустим была устроена встреча с губернатором джакарты но опять это не говорит о том что это был какой-то конкретный проект это не говорит о том что мы были в этом заинтересованы это ай т.с. сразу сказала что вот мы хотим осветить в прессе везде но мы не были против опять же потому что мы не говорим о каком как-то конкретном проекте о том что индонезия для нас потенциальный маркет очень потенциальный рынок очень хороший да в этом нет секрета но если говорить о конкретных проектах в индии где-то там на доминикане или на чем-то где-то еще я бы предпочел бы не раскрывать это ну и в той же индонезии мы конкретных проектах все-таки предпочитаем не раскрыть предпочитаем не раскрывать детали так точно а в то же время в эль сальвадор и например нас же такая же ситуация точно сложилась когда власти которые проект инициировали который кстати говоря заплатили юницкий среди технологии с определенные суммы за работу проделанную в рамках до варительного техника экономического обоснования они сами заинтересованы в том чтобы сделать информацию публичной ну пошли здесь именно встречу да 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 ну если мы как бы не видим каких-то подводных камней или что-то еще почему 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 бы нет хотя в некоторых случаях мы не рекомендуем тоже клиенту делать информацию публичные где-то да где-то нет но опять говорю здесь здесь не может быть какого-то непреложного правила непреложного вложения конечно здесь все оцениваемые по ситуации и стараемся сделать так как лучше потому что цель у нас у всех одна это получение адресного проекта его строительство я думаю что все согласятся что каждый наш проект он уникален он индивидуален причем так ярко выраженный индивидуален и конечно где-то мы говорим что можно где-то предпочитаем до поры молчать ну естественно что с выходом на строительную площадку тут уже скрывать станет невозможно на определенном этапе да и невозможно обойтись без общественного обсуждения давайте поговорим еще вот о том какие еще есть сложности да потому что мы до сих пор говорили преимущественно о тех победах этих достижениях которые есть у нас все-таки есть и ряд существенных сложностей на местах вот я знаю например что ряд проектов по которым мы даже подписали контракты они на определенном этапе были приостановлены по ряду причин ну например я могу вспомнить проект на территории украины где мы уже начали выполнять технико-экономическое обоснование где мы получили первый транш оплату даже по технико-экономическое обоснование но и в определенный момент вынуждены были остановить все работы здесь это не связано с публичностью и не публичностью это просто форс-мажоры может быть вот еще какие-то форс-мажоры тем более что сейчас об этом говорят все кому не попадет мы должны прекрасно понимать что есть еще один момент что допустим россия белоруссия находится под санкциями мы все граждане россии белоруссии есть поэтому допустим говорить о коммерческих проектах в европе не хотя тоже огромный интерес кстати огромный интерес из европы коммерческих проектов из европы я даже из америки но конечно мы сейчас нам приходится делать акцент на азию на африку и есть определенные политические риски что допустим поставки из белоруссии технологии из белоруссии и прочее прочее поэтому нам вот приходится в этом тоже плане быть очень осторожным потому что не секрет что все развивающиеся страны африки азии они подвергаются колоссальному давлению с тем чтобы прекратить всякое сотрудничество допустим с белоруссии с россией да у нас эмиратская компания мы говорим что у нас эмиратская технология но еще раз говорю приходится быть осторожным в этом плане тоже то есть и даже здесь кажется в общем-то прямого отношения никого это не имеет к открытости и закрытости информации но на самом деле оказаться имеет то есть чем имеешь мы говорим тем больше на нас внимание обращают это и конечно конечно проект это конечно проекты которые политической размеренности конечно и я говорю давление на я не буду называть страны я не буду называть личности но просто когда общаешься с людьми на 100 на достаточно высоком уровне просто идет такой месседж что идет давление на всех фронтах чтобы ограничить или даже прекратить всякое сотрудничество африканских азиатских стран с россии и беларусь ну евгений я вот из своей практике могу вспомнить не буду опять же называть страну нос как в плохую сторону может использоваться открытость информации по проекту то есть когда мы говорим про страны где демократия где выборы то есть мы по должны понимать что наши проекты они инфраструктурные они решают некую боль проблему транспортную либо задачу над которой бились там предыдущие главы регионов и конечно под выбор очень выгодно руководителю какого-то региона озвучить во всеуслышание своей стране что вот мы сейчас подписываем контракт с такой-то компанией и будем решать транспортную проблему выборы проходят либо кандидат потерпел поражение про наш проекте забывают благополучно либо обещание так и осталось обещанием поэтому вот это вот такой пример когда ну скажем так нас используют каких-то своих предвыборных компаниях вот это как раз таки негативная сторона вот того бизнеса в котором в котором мы игрок то есть инфраструктурные проекты они очень животрепещущие да для регионов для населения спасибо максим это действительно важный такой момент вы обратили внимание и здесь я бы хотел даже вот вас дополнить в каком смысле в том смысле что помимо того что наши технологии наши решения могут использоваться в качестве элемента предвыборной кампании допустим теми или иными чиновниками но действительно там где есть конкуренция любые деятели политические они естественным образом становятся под удар своих конкурентов и часто к сожалению мы с этим к сожалению сталкивались что когда идет атака на политика то идет атака и на те проекты которые этот политик продвигает и здесь давая информацию в публичное пространство мы как бы рискуем тем что мы вместе с тем или иным человеком конкретной фигуры окажемся в плетены в политическую предвыборную игру и удар который будет нацелен на конкретного человека он будет нанесен в том числе и по нам по нашей репутации а репутация на сегодняшний этап очень важный такой момент важный показатель арсен ювелинович вы хотели что-то дополнить но во первых развивая тему санкционного давления да вот о которой говорил олег маркович что условно говоря вот русский российский белорусский след я думаю ему мешает значительной степени двигаться на рынке может быть не в азиатских странах там есть просто сложности с расчетами там еще чем-то так сказать европейские американские рынки то для нас на сегодняшний день вот в нашем реальном качестве закрыты с точки зрения нашей внутренней ситуации вот евгений олегович вы знаете точно не будем раскрывать адрес но в одном из южных регионов у нас проект дошел до определенной стадии где должны были быть собственно говоря пройдены точки невозврата финансирование вот она собственно гре не состоялась проект не отказали но отложился но на неопределенное время пока собственно изменится геополитическая обстановка и собственно говоря приоритеты восстановятся а вот скажем так обычные гражданские приоритеты и соответственно этот проект будет иметь право на жизнь вот поэтому такие вот факторы форс-мажорные они безусловно присутствуют вот в нашей нашей работе на что бы я хотел обратить внимание вот на риски есть риски связанные вот как вот вы сказали там публикации немножко похожая история риски связаны с персоналями дело в том что мы вот в конечном итоге проект прежде чем состоится должен пройти такую шеренгу скажем так важных персонажей персоналей которые должны очень сказать да 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 вот много да должно прозвучать чтобы проект все-таки дошел до какого-то лица или там до какой-то точки в которой собственно принимается решение вот соответственно по дороге в этой шеренге могут оказаться люди которые что-то когда-то читали не до конца разобрались и у них могло быть скажем так предвзятое мнение скажем так навеянное собственно говоря недобросовестными публикациями и соответственно проект тормозится требует каких-то разъяснений вот объяснение ответов на вопросы вот ну и соответственно он и либо их либо в своем продвижении не так быстро двигается как хотелось бы а то может быть и в общем и даже когда-то были случаи когда проект нет вот вот нет потому что нет и без объяснения чего я не знаю вот может быть евгений олегович таких примеров имеет гораздо больше у нас были даже не один или два примера когда мы точно знали да что возврат инвестиций операционные расходы капитальные расходы стоимость проекта пассажиропоток и вообще практически все условия все характеристики были действительно лучше чем у конкурентов да то есть иногда там на серьезное количество процентов да но сюрприз в этих тендерах мы так и не выигрывали да просто потому что там были какие-то иные интересы скажем так да вот поэтому я согласен абсолютно да с арсеном по поводу того что не всегда те характеристики которые мы думаем что играет основную роль да то есть они действительно такие важные там как цена и так далее возможно там интересы да то есть либо линия проектов да идет куда-то дальше и так далее чем мы видим спасибо спасибо максим николаевич ну то есть мы видим что целый ряд факторов есть который собственно не говорит в пользу того чтобы мы освещали эту информацию вот из того что арсен неоле ночи сказал я позволил себе некоторым образом резюмировать то есть мы действительно давая информацию в публичное пространство в публичное поле мы тем самым инициируем некую дискуссию инновации никогда не принимались никем на ура есть разного рода общественные такие явления как допустим нимбизм вот английская аббревиатуре аббревиатуры ним not in my backyard что значит только не в моем огороде где угодно стройте а вот если возле меня будет дорога проходить то я не согласен как был вот об этом речь и естественно что если такая дискуссия возникает то в ответ на публикацию где будет рассказано что все хорошо возник публикация где будет рассказано что все плохо и это может повлиять кстати на принятие решений тем или иным чиновниками на местах то есть исполнителями с другой стороны действительно если мы не выносим эту информацию в публичное поле то оставляем возможность влиять на мнение чиновников там или других лиц принимающих решения за собой с одной стороны а с другой стороны вынесение этой информации в общественное поле в поле дискуссии он все равно не дает никакой результативности потому что эти люди наши клиенты мы об этом говорили в первой выпуске вот из этого цикла это чуть специальные люди которые все-таки черпают большей частью информации не из средств массовой информации от своих советников консультантов и так далее там подобное и мы работаем как раз вот с ними ну а другом о многом мы тоже поговорили поэтому я надеюсь что нашим зрителям стало чуть понятнее почему мы говорим о чем-то только точечно только избирательно очень и очень и очень аккуратно это в интересах бизнеса в первую очередь в интересах технологии в интересах инвесторов мы благодарим вас за внимание благодарю коллеги вас за участие в сегодняшней дискуссии в следующий раз мы поговорим о значит о наших активах о компетенциях о подготовке материальной базы для реализации коммерческих проектов или в рамках реализации этих коммерческих проектов мы надеемся вы присоединитесь к нам а после этого в завершении этого года перед праздниками состоится выступление генерального конструктора и генерального директора институт технологии с подведением итогов работы за год спасибо за внимание до новой встречи